В Одессе несколько высших учебных заведений закрылось на несколько месяцев из-за отсутствия отопления. Потому что денег нет. А 150 миллиардов, чтобы платить в Коломойску, деньги есть. И более того, об этом нам торжественно сообщают, как будто они нас осчастливили. А чтобы Коломойский еще хорошо договорился, давайте возвращать ему в Одессскую областную администрацию. И он сразу объявил, что будет назначать туда людей, естественно, пальницы. Да какого черта тогда мы потеряли полтора года? И вообще что теряем? Они все равно все эти 25 лет друг с другом договариваются. А они договариваются по кругу. Они то ссорятся, то потом договариваются. А я был такой глупый на юне. Я считал, что мы действительно сюда приехали делать большие дела. Оказалось, что нет никаких больших дел. Есть большие договорники. Есть большие между собойчики. И то, что вчера он мне рассказывал, что Коломойский ему враг. И он все сделает для того, чтобы его выкорчевать из Украины. Оказалось, что сегодня, в принципе, они друзья по теребану этого банка. И пришло то, что вчера он говорил, что это какой ужас, что он контролирует Одессу, Одесскую область, таможнюю состроили. Оказалось, что сегодня, в принципе, это никакая уж плохая история. Честно я вам скажу, меня развели. Но я научился. Я собираюсь, чтобы меня больше не разводили. И я очень призываю всех вас, давайте прекратим быть жертвами развода. 25 лет истории большого развода в Каждану Украину. Со стороны, в принципе, наперстничков. И один раз, поиграв в наперстки, я никогда не играл, но я видел, что люди играют. Я думаю, один раз тебя обманут, когда тебя обманут, второй раз лучше к ним не подходить больше. Вот я отошел, отскочил, ужас. И думаю, что больше туда не хочу. И вот к тому же призываю. А какой выход? Выход, я думаю, что новые люди должны организовываться. Новые люди всех поколений, которые не были частью этого всего, должны собраться вместе. Проблема у нас в Одессе какая была? В Одессе это потрясающие люди. Но они привыкли ко всем нам, по костям, со всех администраций. Поэтому они не хотят особенно быть активными, когда дело касается политики. Ну, это так, исторически. Но, может быть, и есть время в свою судьбу все-таки брать в свои руки. Одесса по потенциалу один из самых потрясающих городов в мире. Однозначно город с самым большим потенциалом в Украине. Однозначно. Я не знаю, на постсоветском простонавтике более сильного потенциала, чем здесь. Что в 21 веке? В 21 веке не индустриальный потенциал. Он хорош, но меру. Не даже энергоноситель. В 21 веке это что движет с прогрессом? Это бренд. Мировая узнаваемость. Это хорошая жизнь. То есть люди умеют жить. Пища, например, вино. Туризм. Солнце, пляжи. Очень важная вещь. Это логистика. То есть там, где можно через что-то передвигаться. Быть всегда в курсе мировых событий. И это умные люди. Все, что идеально, есть в Одессе. Все есть, кроме того, как уровни развития, которые все это должно принести. Поэтому, чтобы у нас был уровень развития, мы должны снизить налоги в масштабах Украины на 60%. Это наша программа. Мы должны сократить госаппарат минимум в два раза. Мы должны, например, областные администрации, они, наверное, их надо упразднять. Если завтра закроют ваши областные администрации и областные администрации, что от этого хуже будет? Конечно, нет. Чем они занимаются вообще? Я там был полтора года, и я вас уверяю, никаких функций там нет. Я сам себе выдумывал функции. Если хочешь теребанить, пожалуйста. А что-то полезного, там нет полезного. Все вещи, которые вы видели по телевизору, бегание, там по таможням, там по дорогам, там по пляжам, это не функция областной администрации. Пляжи, это функция мерии. Дороги, это центральный правительство Украфтодор. Я просто придумывал себе функции. А что такое местная функция? Местная функция у нас была записана в уставе. Уставе было написано, областная администрация может проверить общее состояние законности в области. Что такое общее состояние законности? Я мог зайти в ресторан и сказать, что-то у вас с законностью тут плохо пахнет. А, вы будете нам, нас бесплатно кормить, конечно, это все хорошо. А, вы будете нам деньги платить, ваши там лесопильники. Пилите сколько хотите. Вот это функция областной администрации. Поэтому они договорились, прислали хорошего человека сейчас. Он сказал, я буду со всеми договариваться. Надо восстановить вертикаль власти. То есть вертикаль, чтобы деньги давно уже не идут из Одессы наверх. Что такое? Полтора года деньги не шли наверх. А вы что, ребята? Не то, что этот Саакашвили продал. Но вернее, Саакашвили бесплатно отдал. 26 должностей глав районных администраций, которые строили раньше. Киеву надо было нести 200 тысяч долларов минимум за них. Саакашвили каких-то идиота привел на таможню, который там, вместо того, что надо прислать от миллиона до пяти миллионов в месяц, как это всегда было положено. Киев вообще сам не берет даже. Этот ненормальный грузин снял главу полиции седьмого километра, который лично носил Киев каждый месяц с валютных пунктов от 700 тысяч до полтора миллионов. И еще, даже я полчаса на седьмой километре, надо было уже вовремя убирать, потому что седьмой километр, вы понимаете, что это? Это еще несколько миллионов долларов с этого рынка туда. И все, Одесса для этого нужна. Одесса, Одесса это жесть. Если кем-либо спросить руководящий кадром Киева, что такое Одесса? Одесса, это странные, несерьезные люди. Такие непонятные до конца. А там это порт, там таможня. Вот это понятно. Это понятно. А эти ходят, там что-то... Да, ну они какие-то, стрёмные, мы знаем. Но у нас можно договориться. Я думаю, что это понимание надо полностью поменять. Когда в Украине будут низкие налоги, не будет коррупции, когда в Украине будет спокойно, можно будет дышать, Одесса не только поедет, а и Гресса полетит и просто привяжет к себе остальную Украину. И Украина будет зависеть от развития Одессы. И она будет молиться на Одессу, что она есть. И что в Одессе люди успешны, они будут говорить, что они будут ни сверху не смотреть, потому что сейчас для них это Одесса таможня, и там сделки какие-то. Они будут говорить, что этот город реально, и эта область основные двигатели прогресса и роста Украины. Это так будет однозначно. Я очень не хотел отсюда уезжать, но, знаете, я был провинциальным чиновником, бесполномочий в конце, у меня не было ни прокурора, у нас забрали, забирали таможенные рычаги под конец, у нас не было полицейский уже, я его зубами держал, чтобы не сбежал, а потом сбежал все равно. И у нас не было бюджета. И нас со всех сторон оставили. И потом я понял, я не хотел отсюда долго уезжать, я логически должен был уехать отсюда в год тому назад, как только понял. Я же не такой дурак, я сразу понял, что к чему. Но вот меня тянуло, меня очень тянуло к обычной людисти. Я тянуло к этим людям, мне хотелось быть с вами. Но потом я понял, что я вообще ничем не мог вам помочь. Но сейчас я точно знаю, как только поменяем ситуацию в Киеве, первое, кому это поможет, будет Одесса. Потому что тут реально вот этот пешенный потенциал. Мой вопрос немного неполитический. Я хочу узнать, чем вы будете заниматься, когда в Украине через день, может быть, 10-15, не будет этого всего, этого беспредела, коррупции. Да, на пенсию. Нет, нет, Россией будем заниматься. Хорошо. Им тоже надо помочь, нет? Все мы поедем там заниматься, будем присоединять к Одессе, цивилизировать. И назовем ее «Новая Россия». Яна Полянська, Радіо Свобода. Розскажите про тех людей, которые за вами, кроме критерия, что они не должны быть связаны с владой. Какие еще критерии? Чи должен быть опыт в той или иной сфере? В Украине огромное количество хороших профессионалов всех возрастов. Всех возрастов. В Украине есть очень честные, очень порядочные, очень предприимчивые, очень просто патриотичные люди. Их никогда никто не подпускает. В Одесской администрации мы провели конкурсы, всех набирали по конкурсам. Я этих людей никого раньше не знал. Никто из них не пошел по куманству про дружбу. Я знал очень многих представителей бывших властей, которые учились со мной на одном курсе, в одном институте. Мы с ними ходили в молодости на одни и те же дискотеки и так далее и тому подобное. И я их никуда не назначал, потому что это не принцип подбора. Я не верю в принцип подбора по принципу Каноненко и других. Я верю в принцип, когда в меритократии, когда человек побеждает на конкурсе, когда человек всем дается равный шанс. Но для этого нужно остановить несколько условий. Первое условие, чтобы они не должны были замазаны в власти. Быть долго в этой власти и не быть замазанным, по-моему, невозможно. Понимаете меня, как хотите. У меня много друзей, все из них как-то замазаны и завязаны. Были ли они оранжевых, были ли они у Януковича, были ли они сейчас. Поэтому это очень важный принцип, что больше одного срока никто не был ради. И из этого принципа не буду делать никаких исключений. Один полный срок, это максимум. Второе. Два-три года работы, допустим, главой районной администрации, человека уже еще не могут испортить. Я это видел по нашим главам. Больше трех-четырех лет, извините, но это уже проблема. Давайте дадим шанс новому. И третье. Нечего бизнесменам делать ради. Когда бизнесмен заходит в Раду, он моментально все принимает, для себя принимает и применяет, и не дает другим. Мы должны установить одни правила для всех бизнесменов. Мы должны снизить налоги для всех бизнесменов. Мы должны делегулировать для всех бизнесменов. А не просто для каких-то дел. Потому что, если заходит, например, мы сейчас сняли, я заставил власти, придержавшие, снять налоги с минодела. Но там было, если ты крупные миноделы сидишь в Раде, тебе не выгодно, чтобы маленькие миноделы продавали. И, естественно, ты будешь это блокировать. Если у тебя, как у Третьякова, например, есть лотерея, это один из любых друзей президента, то он блокирует игорный закон. Почему? Потому что, если у тебя есть лотерея, тебе не выгодно, чтобы были еще казино. А если у человека Вакова, который крышет нелегальное казино, тоже тебе не выгодно, чтобы были казино. Уберем всех бизнесменов. Пусть будут равные условия. Мы должны все, я не говорю, что должны они быть или нет. Не об этом есть речь. И речь идет о том, что налоги должны быть низкие, бизнес максимально открыт, и никто не должен ограничивать никакие сферы из-за того, кто где сидит. Поэтому бизнесменам нечего делать в парламенте. Бизнесмен, который в парламенте, это не бизнесмен, это барыга. И 90% наших парламентарий это барыги. Что такое барыга? Это человек, который покупает, берет общественные блага за дешево или за бесплатно, за дешево, потому что он просто покупает вместо парламенте и продает за дорого. И все, чем занимается наш политический класс. Поэтому избавиться от барыг, просто сделать шлюз и не пускать бизнесменам политики. И второе. Я считаю, что у олигархов надо ограничить владение, в том числе, извините, средств масс-медиа, в том числе, тех, когда вы работаете. Есть общественные советы и нечего олигархам шантажировать общество тем, что я владею. Еще раз говорю, два дня тому назад Коломойскому, в праздновательстве президента или вчера, или позавчера, это позавчера, по-моему, было, сказали, хочешь сохранить банк, атакой Саакашвили. Но это чревато игрой складчиков этого года. Вот когда мы придем к власти, мы этих складчиков защитим, этот банк конкретный хворы, я за то, чтобы приватизировать все, но этот конкретный банк, я уверен, будет национализирован, а его владелец будет отвечать по всей строгости законов, сядет в тюрьму, когда мы будем в власти, чтобы никто не сомневался. Я таких слов, наверьте, никогда не китай. Коломойский будет сидеть, и ни одна Швейцария его не спасет. При моих связях, таких, как он, я достану из Швейцарии, из Малайзии, и всех других тоже. И никто пусть не сомневается на этот счет. И пусть дальше обливает меня грязью. Это его не спасет. Не потому, что я такой злой, просто потому, что этого требует закон, справедливость и интересы народа Украины, чтобы такие люди сидели в тюрьме, которые ограбились роду. Все очень просто.